Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан плачет у двери Сабихи Ханым, думая, что Баран сказал, что если ты уйдешь отсюда, ты никогда не вернешься. Когда госпожа Сабихая видит Дилана у двери, она спрашивает его, что случилось, и приглашает войти. Баран также расстраивается, думая о том, что он сказал Дилану, и устраивает беспорядок в своем кабинете. Когда Джихан услышал его голос и вошел в комнату, он спросил, что случилось, и с грустью сказал, что Диклан ушел. Роуз сидит на полу в свадебном платье со слезами на глазах. Он помнит момент, когда он разговаривал с Ферратом, и помнит отрицание Феррата, который держал его за руки, извинялся и оставлял руки, когда он сказал, я такой глупый человек. Гуль не может понять, как Феррат сделал такое и желает, чтобы все это было кошмаром. Дилан просто плачет на груди матери и ничего не рассказывает. Госпожа Сабиха пытается его успокоить. Когда я спросил, что случилось, что тебя так расстроило, Дилан Берон вспоминает момент, когда она вышла из дома и сказала, если ты выйдешь за дверь, ты не сможешь снова войти в этот дом. Стоп, он ничего не сделал. В то же время Баран рассказывает Джихану о том, что произошло, и говорит, что Дилан ушел, не оглядываясь и не оглянулся ни на мгновение. Когда Джихан говорит, извини, брат, ты тоже высказался немного резко, Баран отвечает, чтобы я не сказал, я сказал это для его же блага. Я не хочу, чтобы она работала с Дживахиром, но я не хочу, чтобы Дилан с ней разговаривал, он все делает назло. Баран говорит, что я научу Карабе, что он не может так вести себя в моем доме, он не может так разговаривать с моей женой. Когда Джихан говорит, не волнуйся, моя тетя не сможет надолго оставаться вдали от этого дома и вернется, Баран говорит, что, конечно, вернется. В то же время Дилан говорит Сабихе Ханэм, я никогда не вернусь в этот дом. Когда госпожа Сабиха чувствует себя виноватой и желает, чтобы она не просила его пойти на эту работу, Дилан расстраивается, потому что мы бы решили этот вопрос, но отношение Барана, на которое я обиделся, важнее нас. Когда Цеврии спрашивает Джевдета, признался ли Харон, Джевдет отвечает, я думаю, что мы были неправы, между ними ничего нет. Пока госпожа Кадер говорила Гюль, что она очень рада тому, что то, что было в ее сердце, было реальным, когда госпожа Кадер остановилась и пошла прочь, она сказала, я испугалась, смотри, будь осторожна, не создавай никаких проблем, точка. Бэрон, грустный и злой в своем кабинете, думает о моменте ухода Дилана. Пока она думает о том, что произошло, звонит Сабиха и говорит ей, что Дилану нужно немного разозлиться на меня, так что не волнуйтесь. Когда Дилан видит, что ты звонишь Барану, она злится на Сабиху и говорит, почему ты позвонил. Я устала от человека, который говорит, что если ты пойдешь ко мне, это закончится. Когда госпожа Сабиха говорит, что иногда не стоит зацикливаться на словах, ты же знаешь, как сильно тебя любит Бэрон, Дилан злится, потому что я думаю, что люди не указывают дорогу тому, кого любят. Когда Сабиха пытается успокоить госпожу Сабиху, потому что она может сказать то, чего мы не хотим, когда мы злимся, Дилан входит и говорит, я его жена, я не должен был этого говорить, эта дверь всегда должна была быть закрыта. Откройся мне. Пока Харон думает о том, есть ли кто-нибудь, кто тронет сердце Джевдета и говорит, что дела сердечные трудны, я этого не хочу, приходит Ясмин и говорит нет. Когда Ясмин рассказывает ему, что она думает о нем, он и Харон снова спорят. Пока госпожа Азади сидит в гостиной, когда Хасан приходит к ней в счастливом состоянии, она разговаривает с ним, и Хасан по-своему перечисляет радостные новости. Когда Дилан говорит, что он ушел, госпожа Азади говорит, это радует. Мы столько раз отправляли новости, что они снова пришли. Хасан говорит, что на этот раз он серьезен. Затем, когда я говорю, что навсегда закрыла книгу любви нашего мальчика и горничной, и они разведутся через три дня, госпожа Азади обрадовалась. Когда Хасан позже появляется перед Ферратом, Феррат злится, потому что эта девушка любила его сына, которого ты раздавил, как жука. Какой ты отец? Я впервые почувствовал себя любимым. Когда он говорит, что ты ничего не дал мне во имя отцовства до этого возраста, я нашел единственную прекрасную вещь сам, когда Хасан пытается это отрицать, Феррат говорит, ты говорил с Гулем, я знаю. Когда Хасан говорит, что мы сделали отцовство, он уходит, говоря, что вы сделали все возможное, чтобы сделать своего ребенка несчастным, невозможно быть таким отцом, как вы. Дилан думает о разговоре, который у нее был с бараном во имя любви. Затем он вспоминает, что если кто-то, кто колебался в своих словах, сказал им, что им не следует тратить свою любовь из-за своего гуру. Когда госпожа Сабиха приходит спросить, что нам делать вечером, Дилан радуется, потому что кто-то пришел. Когда госпожа Сабиха говорит, не упрямьтесь, позвоните и поговорите, она возражает, говоря, что он позвонит мне и извинится, а не я. Когда Бэрон сидит в своем кабинете и смотрит фильмы с Диланом, он ласкает волосы Дилана и думает о его нежных словах. В этот момент раздается звонок в дверь и приходит Джихан. Пока Джихан объясняет, что пытается завершить подготовку к свадьбе, баран выглядит рассеянным, и Джихан спрашивает, стоит ли ему позвонить моей тете, на что баран отвечает, что вопрос приглашения важен, чтобы они никого не пропустили. Ясмин нервничает, разговаривая с матерью о том, почему она скучает, а тем временем она находится под наблюдением Харуна. Сидя с Цеврией, Харун спрашивает, что случилось сегодня, и лицо Ясмин угрюмо. Цеврией говорит, что скучает по матери из-за границы, и ей нечего делать, звонит Ясмин и предлагает, что это свадьба родственника и что нам следует поехать вместе. Ни Ясмин, ни Харун не хотят идти на эту свадьбу. За ужином Хасан и госпожа Азади очень счастливы и голодны, потому что Дилана больше нет. Когда салат из баклажанов на столе напоминает барану о Дилане, баран оставляет еду недоеденной и уходит, говоря, что ему нужно работать. Пока Дилан и госпожа Сабиха ужинают, Дилан только играет и ест. Когда госпожа Сабиха настаивает, что вы ничего не ели весь день, откусите пару кусочков, Дилан съедает это, но не может сдержать слез. Когда госпожа Сабиха настаивает, Дилан выходит из-за стола, говоря, что у него проблемы с желудком. Господин Кудрек приходит за бараном и спрашивает, есть ли новости от Дилана, почему бы вам не позвонить жене. Затем он советует, если вы на всю жизнь откажетесь друг от друга, останетесь незавершенными, пожалуйста, завоюйте сердце жены. Когда госпожа Сабиха приходит к Дилану и обнимает ее, пока она сидит, Дилан говорит спасибо, что открыла мне дверь, госпожа Сабиха говорит тебе, моя дочь, которая всегда открыта у моей двери и в моем сердце. Затем он обнимает Дилана и говорит, я всегда буду с тобой, моя дорогая дочь. Харон приходит к Севрии, чтобы поесть любимый десерт Ясмин, но не может оторвать глаз от Ясмин. Пока Гуль работает на кухне, к ней приходит Феррат и спрашивает, Гуль, я тебя очень люблю, я не хочу тебя оставлять, ты не можешь дать мне еще один шанс. Я начал поправляться с твоей любовью. До тебя я был отравленным человеком. Я очистился с тобой. Теперь я готов получить свое наказание. Чтобы ты не хотел, моя шея умоляет тебя не вредить нашей любви. Роуз уходит из кухни со словами, ты знаешь, я люблю тебя, но это слишком тяжело, я не знаю, смогу ли я это переварить, мне нужно подумать. Ночью Бэрон находится в своем кабинете, и у него на уме мечта Дилана. Он и Дилана обнимают друг друга и говорят, что скучают друг по другу. Бэрон внезапно возвращается в реальность и понимает, что Дилана нет, это сон. Представив, как Ясмин наряжается и идет к Харону, Харон смотрит на нее как зачарованный. Когда Ясмин спрашивает, как я приготовила торт таким, каким он тебе нравится, ведь ты гость, Харон подходит к тебе и говорит, мне есть что тебе сказать. Но у него не хватает смелости сказать это, он думает, моё сердце бьется по-другому, когда я вижу эту девушку. Они вспоминают приятную беседу на холме любви в Мардине, а затем кричали друг другу, я люблю тебя. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.